Точки пересечения медиан, бессектрис, серединных перпендикуляров к сторонам, ну вот, пожалуй, три замечательные точки. Хорошо, эти замечательные точки хорошо вам известны. Давайте вообразим такую ситуацию, вот о такой задаче я хочу вам сейчас сказать. Значит, пусть есть на плоскости две точки, А, В и С, которые так далеко друг от друга расположены. А можно вообразить, что у нас есть треугольный остров, где-то в океане. Значит, вот из А пошла береговая линия в точку В, пришла в В, из В пошла береговая линия, пришла в С, береговая линия и прямая. И из точки А пошла береговая линия, пришла в точку С. Значит, есть треугольник А, В, С. И мы вознамерились через эти точки провести прямую. Значит, через точку А первую прямую, точнее даже луч хотим выпустить из точки А луч 1, из точки В луч 2, из точки С луч 3, так, чтобы они встретились в одной точке. Вот это символическим нарисуемо. Вот они пришли в одну точку. Как это, как решить эту задачу? Плоскость, вот есть циркуль, и вот есть линейка, традиционные инструменты для построения в геометрии, для решения задач на построение с помощью циркульной линейки. Итак, большой треугольник на плоскости, и мы хотим провести 3 луча, которые пересекаются в одной точке. Как эту задачу решить? Вот с помощью этих инструментов. Минута. Взять произвольную точку в треугольнике и соединить с вершинами. Пожалуйста, еще раз. Взять произвольную точку в треугольнике и соединить с вершинами. Взять произвольную точку здесь и соединить с вершинами. Но это немножко, а, пожалуй, решение задачи, но обратная задача. Представьте себе, что мы на этом острове прокладываем дороги, здесь какие-то, так сказать, джунгли или пустыни, и мы вот начинаем строить дорогу из точки Б. У нас нет еще никакой произвольной точки. Так, слушаем? Вы можете построить из каждой точки окружность, ну, например, из точки Б построить окружность с радиусом Б, А, или... Понимаете, я сказал вам, циркуль у меня вот такой, я не могу взять раствор циркуля Б, А. Пожалуйста. Можно поделиться с помощью циркуля линейки, угол Б, ну, и бисектрису, и угол А, угол, кстати, может быть, циркуля. А, Б. Это действительно можно. Причем это будет, конечно, не вся бисектриса, а сначала мы построим отрезок бисектрисы. Это все знают, каким образом рисуем дугу окружности, пересекаем и так далее. Значит, у нас получится кусочек бисектрисы. А дальше как? С остальными точками то же самое уголами проделать. Ну, хорошо. Построили здесь тоже кусок бисектрисы, и здесь кусок бисектрисы. А дальше? А, у нас коротенькая линейка. Да, линейка короткая. Продлевать. Совершенно верно. Можно взять две точки на этом отрезке, через две точки проводим прямую по линейке, делаем шаг, равный примерно длине этой линейки. И дальше вот так продлеваем, азем. Хорошо. И тогда, значит, получится точка пересечения бисектрис. Вот эти точки, эта точка является одновременно центром окружности, вписанной в треугольник. Хорошо. Это, значит, мы решили. Теперь перейдем вот к чему. Вот что будем проделывать. Когда в геометрии говорят о треугольнике, то здесь нет никаких упоминаний о массе. Значит, точка, линия, вообще любая фигура на плоскости никакой массы не имеет. Это в определенной степени бедная структура. А давайте мы обогатим и будем считать, что теперь у нас треугольник. Это материальная фигура, вырезанная, скажем, там, из фанеры, из плотного картона и так далее. Вот это фигуры, которые показаны здесь на доске. Значит, тем самым, каждая фигура имеет у нас массу или, так иногда выражаясь немного вольно, вес. Это разное условное понятие вес и масс. Я их буду иногда употреблять как синонимы. У нас здесь не слишком строгий разговор. Не будем быть излишне строгим. Итак, что же мы видим, вот скажем, в первом случае. Треугольник. Треугольник подвесили за вершину ниточкой. В вершине треугольника. И далее в точке подвеса мы продолжили эту нить. Тем самым у нас получилась линия отвеса. Вертикальная линия. Вообще, надо вспомнить, что мы живем с вами в гравитационном поле Земли. В гравитационном поле Земли. С Ньютоном связывают открытие закона всемирного тяготения. Я держу в руках мел, и если я его отпущу, выпущу из рук, то он начнет падать по прямой линии, по вертикали. И эта прямая, будучи продолженной, да, вот эта траектория, будучи продолженной, пройдет через центр Земли. И считая, что Земля шаг, идеальный. Значит, мы живем в поле тяготения Земли. И мы его ощущаем, когда несем там тяжелые в руки портфель. Одно дело, там две книжки, а другое дело, скажем, что 15 из библиотеки. Это уже чувствуем гравитационное поле Земли. Или подняться на второй этаж, это пожалуйста, а на 25 уже так. Ну, а раз зашла речь о полях, а еще, какие поля мы можем с вами наблюдать? Магнитное или слищи. Совершенно верно, магнитное поле Земли. Очень легко наблюдать. Возьмите иголку, намагните ее, магнита, а потом эту иголку можно опустить аккуратно даже на поверхность воды, в блюдечке она повернется. Но, чтобы она не утонула, эту иголку можно нанизать на кусочек картона. И тогда она будет плавать вместо с этим картоном и будет поворачиваться. Значит, вот есть поля. Это уже более интересное явление. Итак, вот понаблюдаем за отрезком, который получается в пересечении вертикали и этого треугольника. Получится какая-то линия. Ну, хорошо. Линия получения получилась. Оказывается, если проявить все интересы, посмотреть, а как эта линия, как эта линия вертикальная, делит противоположную точке подвеса сторону треугольника. Если взять линейку и измерить две получившие части, то оказывается, что они будут равны. Итак, получается, что треугольник, будучи подвешенным в поле тяготения Земли, вот вертикалью, вертикаль его пересекающая совпадает с медианой. Так, давайте подвесим этот треугольник за другую вершину. Вершинка у нас всего три. Значит, получится, соответственно, другая медиана, вторая медиана. И оказывается, что все эти вертикали пересекаются в одной точке, потому что медианы пересекаются в одной точке. Итак, смотрите, что получается. Вот о медианах в геометрии говорят как об отрезках, соединяющих вершину в середину противоположной стороны. А если совместить это с полем тяготения, то получается следующее отделение медианы. Медиана – это отрезок, располагающийся на вертикали, который получается, если треугольник подвесить за какую-либо вершину. За какую-либо вершину. Это уже раздел физики, раздел механики. И там вот эта точка пересечения медиана называется центром тяжести треугольника. Или центром масс треугольника. Центром масс треугольника. Естественно, следующий факт из геометрии. Если мы возьмем два одинаковых кубика деревянных скайдов. Два деревянных кубика. То, оказывается, вот в одном из них можно проделать такую дыру, через которую можно протащить, пронести второй кубик. Поднимите руки, пожалуйста, кто знает этот факт. Ну, некоторые где-то читали. Читали или кто-то где-то рассказывал? Рассказывал. А где кто рассказывал? Александр Васильевич. Не помните. Здесь на лексуре есть? Нет. Задача такую решали. Задача такую решали. Ну, хорошо. Значит, остальные тогда просто поверят пока. А дома смогут доказать. Еще раз повторяю это утверждение. Если есть два одинаковых кубика, то в одном из них можно просверлить такую дыру, проделать дыру, через которую пройдет второй кубик. Я подумал вот о чем. А какое-нибудь практическое значение этот результат имеет или нет? Я пока сразу не могу сказать. Мне кажется, никакого практического значения не имеет. Если кто-то увидит это возможное применение, потом нам скажется. Вот это, я считаю, абстрактный такой математический результат. А вот, что можно излечь из того, что мы узнали, что медианы пересекаются вот в одной точке. Представьте себе, что вы находитесь на пляже. И столбик на пляже. И вы вознамерились соорудить грибок от солнца. И в вашем распоряжении кусок фанеры. И этот кусок треугольный. Вы хотите его сверху положить, чтобы создавать тень. Ясное дело, что если это квадратный кусок, то вот я сейчас помещаю центр квадрата на точкой опоры. И вот он у меня находится в равновесии. И я могу, скажем, расположиться на песке в тени. Конечно, это игрушечное такое, придуманное применение центра тяжести. Но тем не менее. Тем не менее. То же самое можно сделать с треугольником. То же самое можно сделать с треугольником. Я сейчас не буду давать строгого определения центра масс или центра тяжести произвольной фигуры. Будем на описательном уровне познакомиться с этими обстоятельствами. Итак, три идеали пересекаются в центре тяжести треугольника. А если мы возьмем треугольник и подвесим его в произвольной точке? Вторая ситуация. Треугольник подвесили в произвольной точке. Оказывается, в этом случае линия отвеса также проходит через точку пересечения медиана. Вот интересное свойство точки пересечения медиана. Через эту точку проходит любая линия, любая вертикаль отвеса, на которой подвешен этот треугольник. Здесь это явление продемонстрировано для круга. Материальный круг подвешен в произвольной точке, и линия отвеса проходит через центр круга. Подвесим в другой точке, получим другой диаметр круга. Давайте рассмотрим такую математическую задачу. На плоскости нарисована окружность. Как с помощью цирковной линейки найти ее центр? Поставить три любых точки и посмотреть середину пересечения. Значит, предложение такое. Взять три точки на окружности, другими словами, рассмотреть вписанный треугольник в эту окружность, или треугольник, для которого эта окружность является описанной около этого треугольника. И далее вы предлагаете, что же сделать? Рассмотреть серединные перпендикуляры. Сколько серединных перпендикуляров? Да, действительно, можно рассмотреть два серединных перпендикуляра. И вот они обязательно пересекутся в центре окружности. Одно решение. А может кто-то видит еще другое решение? Пожалуйста. Провести две касательные можно, и я. Каждый так, что есть перпендикуляры. Провести две касательные. Ну да. Значит, берем произвольные точки. Произвольные точки. И проводим к ним перпендикуляры. Вот получился общий перпендикуляр. Ну вот точки пересечения должно быть. А где точки пересечения? Тут они пересекаются по отрезкам. Перезагрузить. А? Подобегать. Ну, как поправить тогда ваше решение? Надо их брать непараллельные, если касательно. Так. А можно поступить, скажем, по-другому. Взять на этой окружности, на данной наркоте, взять две коды, непараллельные, да? И к ним серединные перпендикуляры. Тоже получится. Это геометрическое решение. А практически, скажем, вот из фанеры круг. Подвесили, провели линию отвеса, подвесили в другой точке, провели линию отвеса. Но это если его можно взять в руки и подвесить. То есть такие конструкции, что и невозможно взять. Хорошо. С центром царств и треугольника разобрались. А теперь другая фигура. Четырехугольник. Четырехугольник. А здесь вы видите четырехугольник, который подвешен за одну из вершин. Давайте мы будем искать вот эту замечательную точку на фигуре. Точка какая замечательная, что если подпереть эту фигуру в этой точке, она будет находиться в равном месте. Давайте аналогичным образом поступим мы для четырехугольника. Подвесили в одной точке, в вершине сковороды. Получили линию отвеса, свою. Подвесили в другой точке, но я не буду это показывать. Получим другую линию отвеса. Линия отвеса пересеклись. Так, интересно. Будет это центр тяжести? Будет это центр тяжести или нет? Для квадрата это так. Для квадрата это так. В силу симметрии. Оказывается, и для любого четырехугольника эта точка будет центром тяжести. Сейчас я покажу сначала одну линию подвеса. Так, совпадает? Совпадает. Теперь буду держать за другую вершину в руках. Так, держу за другую вершину. Вот линия отвеса. Совпадает. Значит, две вертикали пересеклись, и получилась какая-то точка. Испытываемый столбик с этой точкой. Так, перевернул. Сейчас попробую отпустить. О! Центр тяжести. Значит, пожалуйста, можно это в качестве грибка на пляже уже использовать. Ну, конечно, тут ветер подует, может упасть. Это всегда надо помнить о технике безопасности. Но, по крайней мере, теоретически мы знаем, как расположить, чтобы он не упал. Этот четырехугольник. Совершенно произвольной формы. Но это хорошо, когда вот картонный взяли и подвесили. А вообразим, что у нас действительно вот большой железный металлический там тяжелый четырехугольник, и мы хотим его вот водрузить на этот столбик. Тут мы даже его и не удержим, подвесили. Как определить центр тяжести произвольного четырехугольника? Вольный четырехугольник. И вот, как найти центр тяжести? Как найти центр тяжести геометрически? Конечно, как вам хорошо известно, есть фигуры, у которых центр тяжести лежит вне этой фигуры. Мы говорим пока о плоских фигурах. Вот я держу кольцо, материальное кольцо. Ясное дело, что нет такой точки, в которой вот оно будет подвешено, или, так сказать, положено на какую-то опору, находится в навесе. Потому что центр масс этого кольца находится вне этого кольца и совпадает с центром этого кольца. То же самое и для четырехугольника. Вот если четырехугольник выпуклый, вот на доске там с правым углом и четырехугольник в правом углу, он выпуклый или не выпуклый? Не выпуклый. Не выпуклый. Но центр его тяжести находится внутри. Если присмотреться, вот тут вы можете увидеть центр тяжести. Одна линия сейчас демонстрируется вертикально, а другая можно тоже получить. Вот я держу в руках два четырехугольника. Оба они не выпуклые, симметричные. У них есть ось симметрии. Вот у этого четырехугольника центр тяжести располагается на оси симметрии. И можно подобрать, передвигая, можно подобрать такую точку. Вот находится в положении равновесия. Для такого четырехугольника это невозможно сделать. Это невозможно сделать. Центр тяжести находится вне. Так, значит, одна задача, как найти центр тяжести произвольного четырехугольника. Скажем, выпуклый. Такая задача. Есть идея разделить его на два треугольника, найти центр масс каждого треугольника, соединить эти две точки, провести через две точки прямую, и отрезок у нас получится, мы находим центр этого отрезка, и через него в комнату мы находимся. Так, значит, какое предложение? Начало. Абсолютно верно. Предлагается разделить четырехугольник на два треугольника. Для каждого треугольника мы центр тяжести можем найти. Другими словами, вместо нижнего треугольника можно рассматривать точку, допустим, А, в которой сосредоточена масса этого треугольника. Центр тяжести, так немножко облазно, это точка, в которой можно считать сосредоточена вся масса тела. Для верхнего треугольника то же самое можно найти. Центр тяжести B, и было предложено соединить эти точки. Так. Потом Павел и Ч2. Значит, центр тяжести четырехугольника лежит где-то здесь. Можно разбить другую диагональ на два треугольника, и в каждой из них найти центр тяжести, потому что соедините. Да, вы тоже хотели это предложить. Значит, центр тяжести лежит на отрезке АБ. А мы можем по-другому разделить наш треугольник на два других. На левой и на правой. На левом, в левом в центр тяжести С, в правом Д, в центр тяжести, и центр тяжести четырехугольника лежит на отрезке СД. Ну и тогда, в точке пересечения. Вот такое решение для произвольного четырехугольника. А теперь уже понятно, как для пятиугольника найти. Разбиваем его на четырехугольник и треугольник, и так далее. Это уже следующий этап своего рода по индукции. Ну и, значит, если вот для треугольника центр тяжести находится легко, это школьная геометрия, то для других, более сложных, но знакомых вам фигур, центр тяжести находится уже более сложный. Здесь нужен математический анализ, первый курс университета. Скажем, вот справа вы видите параболический сегмент. Квадратичная парабола была нарисована в картоне, университета равняется х квадрат, и взят сегмент этой. Провели хорду параболы. Была парабола, провели хорду, вот получился параболический сегмент. Выраженный из картинки. У этого материального тела тоже есть центр тяжести. Ищем его уже знакомым нам приемом. Конечно, в силу симметрии мы понимаем, что центр тяжести лежит на оси симметрии этой параболы. Значит, подвешена парабола в задную вершину. Давайте ее покажу поближе. Значит, для того, чтобы вертикаль просматривалась отчетливо, я нагрузку даю на эту тонкую нить, и тогда вертикаль получается явно выраженная отчетливо выражена. Так, это груз. Так, пожалуйста, совпадает вертикаль с отмеченной, с рисованной линией? Да. Да, вот. Я вторую нитку держу, чтобы она не влияла на точность эксперимента. И эта линия пересекает оси симметрии в некоторой точке. Эта точка является центром тяжести этой параболы. Это механика, экспериментальное определение. Совмещаю точку опоры с точкой пересечения. И парабола находится в равновесии. Интересно, что отрезок оси симметрии делится в отношении 3 к 2, считая от вершины параболы. Так, сейчас подвесим параболу в другой точке. Обеспечиваем натяжение нити. Так, я буду справа немножко придерживаться, чтобы она не крутилась. Совпадает? Или нет? Совпадает. Так, может быть, вот эта дополнительная масса влияет? Пожалуйста. Совпадает. Ну, у всякого эксперимента есть точность, да? В математике приближенные впечатления. Вот это отражение того, что есть при измерении в реальности. Так, это центр тяжести, положение равновесии статических фигур. Статика. У нас была статика, фигура неподвижна, находится в равновесии. Статика раздела механики. Так, перейдем к следующим сюжетам. Есть старая задача. Ей, наверное, уже 100 лет. Формулируется она так. Поставьте карандаш на стол, острием вниз. То есть поставьте карандаш на острие, на стол, чтобы он стоял. Чтобы он стоял. Конечно, карандаш, если вот он новый, у меня карандаш исторический, 51-го года. Здесь вот дата есть, 51-й год. И даже написано «Фабрика имени Сакко Иванцепти». Интересно посмотреть, что у вас написано на современных карандашах. Так вот, этот карандаш можно поставить так. На стол он будет стоять. Вот стоит. А вот как поставить карандаш? Кто-то знает решение этой задачи на острие? В одну и в стол. Как? В одну и в стол. Да, это примерно можно назвать так. Колумбовое яйцо. Есть легенда. Там был разговор о том, когда Колумб открыл Америку, приплыл, значит, в Европу. Начал рассказывать. Кто-то ему говорит, да что открыть Америку? Ничего сложного. А он говорит, а вот вы попробуйте яйцо поставить на стол. И дает Колумб. Все крутят, никак не получается. А потом Колумб берет это яйцо, чуть-чуть его надбивает и ставит. Потом все говорят, а мы тоже так бы могли. Мы это тоже могли. Колумб ответил, вы только могли бы это сделать, а я сделал. Вот в чем разница. Значит, вы примерно как Колумб предлагаете взять и так сказать, да, это все равно, что разрубить гордзиев узел. Так, хорошее решение. Но, так, а все-таки как же поставить на острие? Сточить грифель. Сточить грифель. Сточить грифель. Да. Ну хорошо. Это задача классическая. И я покажу ее вам сейчас решение. Причем я поставлю не только карандаш, а стержень от шариковой ручки. Вот стержень от шариковой ручки вы уж никак не вобьете. Вот смотрите, вы видите белый стержень от шариковой ручки. Белый стержень от шариковой ручки. Вот линейка. Ставлю. И пожалуйста. Стержень стоит, причем это устойчивое положение равновесии, да, может добиться так, может добиться того, что он не будет качаться. Это просто у меня рука дрожит. Тем самым на этот стержень мы оказываем внешние воздействия, случайные. Вот рука дрожит, а стержень не падает. А стержень не падает. Хотел сказать не падает. Но он падает. Не падает. Сейчас прозвучало, пожалуй, впервые такое слово сегодня, как устойчивое положение равновесия. Положение равновесия бывает разное, это вы из физики знаете, устойчивое и неустойчивое. Скажем, во всех книжках пишут, вот если есть яма и здесь находится шарик, то вот он устойчив, никуда не денется. Покачали чуть-чуть. А если шар находится на вершине холма, то это положение равновесия неустойчивое. Малейшее возмущение и все. Так вот, положение этого стержня на этой линейке устойчивое. Это мы наблюдаем на опыте. Не падает. Но можно и, как было сказано, карандаш поставить. Вот тоже карандаш стоит, качается немножко, но не падает. На острие. Так, помните задачу начальную, как она звучала? Поставить карандаш на острие. Решили мы эту задачу или нет? А что мы поставили на стол? Карандаш? Вот в этой конструкции это уже не карандаш, потому что к этому карандашу тут, видите, привязан внизу противовес. Причем очень массивный. А вот здесь так уж вообще масса вот этого крючка во много раз больше стержня. И поэтому ничего удивительного нет. Центр тяжести этой конструкции располагается под точкой подвеса, под точкой опоры. Вот здесь карандаш опирается на, в данном случае, на руку. Но центр тяжести этой системы находится внизу. Поэтому это положение в рамесе устойчиво. Значит, здесь немножко такое лукавство есть. Мы не просто карандаш поставили, а карандаш еще с очень серьезной добавкой. Но тем не менее, тем не менее, это явление демонстрирует устойчивость. Так, я смотрю еще тут, какие есть у меня экспонаты. Экспонаты. Ну вот, следующий экспонат. Значит, устойчивым бывает не только состояние покоя. Не только состояние покоя. Вот когда маятник качается. Вот, я возьму маятник, вот, качается маятник. У него есть два положения равновесия, или две точки покоя. Нижняя устойчивая. И верхняя неустойчивая. В верхнем положении чуть-чуть маятник упадет. Но бывает устойчивым и движение. Вот сейчас я покажу вам замечательный пример устойчивости движения. Пример устойчивости движения. Вот, это соответствует вот тем, тому ключевому слову. Значит, я в руках держу волчок. Что такое волчок, наверное, все знают. Детская игрушка Юла. Юла. Вот, ось этого волчка очень узкая. А, очень тонкая. И это позволяет мне пальцами закрутить довольно сильно. То есть, придать вращение с большой углом и скорость. Можно посчитать, сколько оборотов в секунду делает. Так, ну вот, я буду вертеть этот волчок на столе. Закрутил его. Не очень получилось вертикально. Вот, сейчас волчок крутится. Ось, конечно, не абсолютно вертикальная, отклонение. Но не падает. Не падает. На одной точке и так довольно долго может он крутиться. Причем, давайте убедимся, что это устойчиво. Причем, вот я попытаюсь легкое воздействие указать. Бумажечки, так сказать, толкаю. Не падает. Еще более подбрасываю. Он возвращается на плоскость и по-прежнему крутится. Подбрасывать можно весьма высоко. Удивительное явление, но сложно о нем объяснение. Сложное, поэтому беремся к более простым вещам. А если останется время, я расскажу об одном применении этого волчка для определения широты на местности. Это явление устойчивости волчка или гироскопа, научное название гироскоп техническое, используется для определения координат. Игрушка Ванька-Встанька. Все помнят. Ну, у меня не нашлось дома Ваньки-Встаньки. Я вот сделал такой заменитель Ваньки-Встаньки. Ваньки-Встаньки. Вот банка обычная, из-под чего-то, из-под меда, которая может кататься. Но смотрите, что происходит. Вот находится она на плоскости. Я наклоняю плоскость, она не катится. Наклоняем в другую сторону, не катится. Это же как-то удивительно, непривычно. Вот если взять колесо, я обычно беру колесо, ставлю на плоскость, чуть-чуть отклонить, и вот уже катится или туда, или туда. Быстро реагирует на отклонение. А этот предмет не катится. Почему же так происходит? В чем тут дело? В чем тут дело? Как он так устроен, что не катится? Устойчивое положение равновесия. Значит, явление природы наблюдаем. Надо объяснять. А объяснение математическое. Начинается математика, начинается геометрия. Дело в том, что эта банка снабжена дополнительным грузом. Она не симметрична. С одной стороны, внутри я приклеил с помощью изоленты кусок металла. Давайте посмотрим, какая здесь возникает геометрия. Об этом примере во многих книгах можно прочитать. Ну, скажем, модель известна очень хорошо. Сейчас я ее покажу. Значит, как вы видите, модели у меня очень простые. Я бы даже сказал, что это не настоящие модели, а модели-модели. Модель-модель. Вот так вот. Так, сейчас я попробую следующий эксперимент провести, проделать. Значит, вот у меня колесо. У меня колесо. И к этому колесу в некоторой его точке приклеена масса. Приклеена масса. Но не в центре, а в некоторой внутренней точке. Эту массу мы будем моделировать грузом, который подвешен на нити, в этой точке. Так, чтобы колесо не падало, я прислоню его к стене. А это рельса. У меня здесь такая вот рельса, чтобы кататься. Когда колесо катится, то дополнительная масса поднимается или опускается. Поднимается или опускается. Так, геометра какая здесь. Наклонная плоскость. На наклонной плоскости колесо. Вот есть точка касания. Есть центр колеса. Точка О. И если мы вспомним такое понятие, как плечо силы, то для того, чтобы это колесо находилось в равновесии, где должен располагаться дополнительный груз. Чтобы колесо вот в этом положении находилось и было неподвижно. Вот колесо. Где должен располагаться? Вот так вот. А как? Так? Чтобы нить проходила через точку К. Совершенно верно. Вот если мы хотим, чтобы колесо находилось в положении равновесия, вертикаль должна проходить через точку К. Давайте я тогда немножко чертеж поправлю и нарисую. Уже без окружности. Посмотрите на эту картину. Сейчас вертикаль у нас будет явно выражено с помощью груза. Так. Пожалуйста, присмотритесь. Колесо касается. Плечо силы тяжести. Значит, точку К я сейчас явно раскачу. Точка К. Ну, хорошо. Вот если такое положение, линия подвеса проходит через точку касания. Плечо силы тяжести относительно точки К равно нулю. Ну, потому что что такое плечо силы, здесь появляется мгновенный центр вращения. Вот точка К – это мгновенный центр вращения. Расстояние от точки К до вертикали равно нулю, потому что вертикаль проходит через точку К. А если вот такое положение, куда покатится колесо, вниз или вверх? Да, покатится колесо вниз. Значит, нарисуем. Значит, нарисуем. Пусть расстояние от центра колеса до массы М равно R малом. Значит, на этой вертикали мы можем найти две точки, отвечающие возможному положению массы М. Вот я беру радиус R, старую точку О и делаю зачечку. Раз, первое положение и два. Вот у нас изображены два положения массы М, и колесо находится в равновесии. Колесо находится в равновесии. Пожалуйста, давайте подумаем. Какое из этих положений устойчиво, а какое неустойчиво? Значит, неустойчивость мы наблюдаем на деле, на практике. Вот, видите, колесо, масса находится на некотором расстоянии от центра. Это колесо стоит на плоскости наклонной и не катится. И не катится. Если посмотреть с противоположной стороны, то масса М находится над точкой касания. Над точкой касания. Можно по-другому расположить эту массу М над точкой касания. Сверху, сверху. Но это положение равновесия неустойчиво ему, мы его наблюдать не можем. Вот наблюдаются только устойчивые положения равновесия. Итак, вот это нижнее положение устойчиво, а вот верхнее положение неустойчиво. Значит, почему так? Вообразим, вообразим, что это колесо мы свинули вверх по наклонной плоскости. Вверх по наклонной плоскости. Что произойдет? Значит, вот новое положение колеса. Новое положение колеса. Точка 1. Точка 1. И радиус О, точка 1 сделает поворот по часовой стрелке. По часовой стрелке. Значит, возникнет новая точка касания К1. Но точка 1 уйдет уже с вертикали. Уйдет с вертикали, потому что повернется. И относительно точки К1 возникнет, появится плечо тяжести. И под действием силы тяжести колесо покажется вниз. Вообразим, что изначального положения мы немного колесо отклонили вниз по наклонной плоскости. Вниз по наклонной плоскости. Значит, оно сместится, это колесо. Вниз. Будет новая точка касания К2. Центр будет располагаться на нормале. А радиус точки 1, радиус вектор точки 1, о, 1, повернется, если колесо касается влево, против часовой стрелки. Значит, представьте себе, вот этот радиус вектор повернулся против часовой стрелки. Значит, точка 1 уйдет за вертикалью и окажется вот здесь. Уйдет за вертикалью. Уйдет за вертикалью и окажется вот в этом положении. И тогда момент этой силы будет возвращать колесо из нового положения в исходность. То есть колесо покатится вверх. Ну, сейчас я вам это покажу. Вот колесо находится. Сейчас я сделаю так, что оно покатится вверх. Внимательно, смотрите. Видно, что касится вверх? В начале момента я держу, отпускаю, касится вверх. И в новом положении останавливается. Ну, хорошо. Это устойчивость Ваньки встаньки. Следующий сюжет. Тележка с разными колесами. Так условно можно ее назвать. Тележка с разными колесами. Тележка – это технический термин. Тележки есть у вагонов метро, у трамваев, у железнодорожных вагонов. Что такое тележка? Это конструкция у вагонов, например. Там четыре колеса. Передняя тележка, задняя. И на эту тележку ставят вагон грузовой, пассажирский. Есть такое понятие, как ширина колеи. Это расстояние между рельсами. Вот. Если это рельсы, то вот. Ширина колеи у нас в России и в Европе различается. Где колея шире? У нас или в Европе? В Европе. Шире. В Европе. Ну, точно? Мне кажется, наоборот. У нас колея широкая, в Европе узкая. И поэтому наши вагоны на наших тележках не могут двигаться по железнодорожным пусям в Европу. И если вагон, скажем, пассажирский идет из Москвы в Берлин, то в прежние времена на границе его поднимали вагон и меняли тележник. Потому что разная ширина колеи. У нас немножко пошире. В интернете можете посмотреть насколько. Ну, хорошо. Проширею колеи чуть попозже. А сейчас я рассмотрю вот такую конструкцию. На оси два колеса разных диаметров. Причем каждое колесо жестко связано с осью. Колесо не может свободно вращаться на оси. Я поясню эти слова. Что значит свободно и не свободно. Вот у меня в руках колесо и карандаш. Я насаживаю это колесо на карандаш и закручиваю. Вот это вот свободное вращение. Вот здесь два колеса связаны с осью жестко. То есть поворачиваем одно колесо, вращается другое. Вопрос. Вот сейчас я поставлю эти два колеса на плоскость. Вот таким образом. Держу в руках. Справа у меня маленькое колесо, слева большое. И если эти колеса покатятся к вам вперед, вот они будут поворачивать куда? К моей правой руке или к моей левой руке? Не спешите только, чтобы всем было понятено, чтобы всем было понятено плоскость. Два колеса, и так будут эти колеса поворачивать в мою правую, к моей правой руке. Совершенно верно. Вот я это. Сейчас вам продемонстрирую. Вот поворачивается направо. Еще более выразительный пример. Вот я взял усеченный конус. В руках у меня усеченный конус. Ставлю этот усеченный конус на плоскость. И вот катается по кругу. Еще один пример. Явно уже выраженный. Здесь тоже два колеса. Это просто ручка у меня металлическая. Но мы на нее смотрим. Как на два колеса. Большое колесо, с другой стороны маленькое. И вот тоже вот так вот поворачивается. Значит, хорошо. А вот сейчас я вам покажу колесо, которое может ездить по железнодорожным путям разной ширины. Разной ширины. Вот такая ось. Вот такая конструкция. Значит, она устроена, как вы видите, из двух пластмассовых бутылок. Два конуса я склеил основанием. Я склеил основание. И мы можем рассматривать сечение этой фигуры. Вот так вот разрезать ее. И в каждое сечение будет представлять собой круг. Причем радиусы будут меняться. Вот если здесь взять сечение, то оно будет маленьким. Круг будет маленьким. При приближении к центру этот круг будет увеличиваться. Значит, можно сказать, что здесь на оси насажено бесконечно много колес. Причем диаметр этих колес меняется непрерывно. Он может быть любым. Он может быть любым. И вот смотрите, что сейчас произойдет. Подойдите, пожалуйста, к кому-нибудь. Вот я держу железнодорожные, так сказать, рельсы. Видите, они расходятся. Они не имеют постоянную ширину. Пожалуйста, поставьте это. Ну и покатайте. Может кататься? Может? Да, катается. Вот давайте так скажите. Пожалуйста. Значит, рельсы у меня горизонтальные. Рельсы горизонтальные. Если вы приедете на узкую часть, приезжайте на узкую часть. Скажите, ось колеса, ось этого колеса, высоко или низко? Испытайте. Так, поехали на широкую часть. Ось колеса, где выше? В каком случае ось колеса выше? Там, где рельсы широкие или где рельсы узкие? Рельсы узкие. Вам видно? Скажите, где? Да, если колея узкая, то... Мы ездим на колесах большого диаметра, и поэтому ось находится высоко от рельсов. Хорошо. Значит, давайте это наблюдение отразим на рисунке. Значит, будем смотреть... Я сейчас вам рельсы показываю вот таким образом. Они шли на вас. Шли на вас. А теперь будем смотреть на эти рельсы сбоку. Вот таким образом. То есть, рельсы мы будем изображать в горизонтальной деревне. И здесь колея у нас будет узкая. Узкая колея. А здесь колея широкая. Широкая. Если колея у нас узкая, вот вы, представьте, поставили на узкую колею, то высоко находится у нас сквозь. Значит, мы здесь видим вот такие, скажем, колеса. А если колея широкая, то мы используем колеса маленькие, имеющие в диаметре. Значит, вот такая ситуация, да? Такая ситуация. А это у нас горизонтальная. А это горизонтальная. Итак, пусть это стартовое положение наших колес. Вот эта точка старта. Поставим колесо на эти рельсы. Как вы думаете, что будет происходить с этими колесами или с этим колесом? Пожалуйста. Совершенно верно. Вот эти колеса покатятся. Но мы не можем сказать, что они покатятся вниз. Потому что здесь горизонталь. Но при движении по этим расходящимся рельсам, центр тяжести будет опускаться. Я так для выразительства не писал, то есть еще меньше. Вот. Итак, несмотря на то, что колеса, что рельсы у нас будут горизонтальные, вот эти колеса по ним будут катиться. Значит, это положение у нас устойчиво, а вот это положение неустойчиво. И вот это обстоятельство используется для демонстрации одного парадокса. Парадокс это такая ситуация, явление, которое на первый взгляд противоречит здравому смыслу. Вот. Происходит то, чего быть не может. Вот. У меня не удается этот парадокс продемонстрировать вот на этом явлении, потому что модель у меня слишком грубая. А в интернете вы можете найти, или можно где-то в музее. Есть такие музеи занимательных наук и так далее. Вот. Мы можем эту ситуацию немножко пошевелить. Что значит положение равновесия устойчиво? Если немножко систему возмутить, то устойчивость сохранится. И давайте возмутим эту систему следующим образом. Мы вот эту горизонталь немножко вот так вот поднимем вверх. То есть, если посмотреть вот сейчас вам, то будет вам казаться, что рельсы идут вверх. Но все равно колесо из левого положения будет переходить в правое. Потому что вот этот подъем рельсов вверх, он меньше, чем спуск центра тяжести в этом случае. И вот, если показать эту конструкцию, то всем кажется, что колесо катится вверх. Кто-нибудь видел это явление? Хорошо. А где? Мне просто интересно, где вы видели? В интернете, да? Я на конкурсе видел, на канале детском. Видели где? На детском канале. На детском канале, то есть по телевидению показывали. Да. Вам тоже приходилось? Да. А вы где? Авиру. Авиру. Гори, Португалия, Авиру. Ну вот, так что для нас никакой тайны в этом сейчас нет. Так, может быть, какие-то вопросы есть? Или пояснения какие-то нет? Пока можно продолжать. Ну хорошо. Хорошо. Значит, вопросы какие-то, все задачи, мы, кажется, все решили. Еще один вопрос. Вот, еще одна задача такая для жизни. Иногда где-нибудь на складе или в магазине, на упаковке какого-нибудь товара, можно увидеть такую надпись. Не кантовать. Что означает эти слова? Не кантовать. Приходите в магазин, там что-то стоит, и на упаковке написано «Не кантовать». А рядом, может быть, вот такой вот значок еще нарисован. Не нужно швать? Не поднимать, не перемещать? Нет, ну как же, не перемещать, если товар надо куда-то перевезти. Перемещать-то нужно, и если там на машину погрузить, поднять, нужно. Не кантовать, значит, не переворачивать. Скажем, на упаковке у холодильника или у стиральной машины. Вот она стоит, нельзя переворачивать. Не кантовать, значит, не переворачивать. Ну хорошо, представим себе, что у нас есть два одинаковых ящика, имеющих форму параллелепипеда. Параллелепипед – это, по-моему, говоря, кирпич, вот распространенная форма. И пусть у нас есть два одинаковых ящика, и нам трудно их перемещать, мы решили их, вот так сказать, переворачивать. Вот таким образом стоит, и через ребро начинаем переворачивать, перекатывать вот так, через ребро перекатывать. Ну это и есть кантовать. Переворачивать через ребро – это и есть кантовать. Да. Кант – это край. Вот, наверное, как. Ну, да. Переворачивать через ребро – кантовать. Хорошо. Хорошо. И вот пусть два одинаковых ящика, но один вот так вот, а другой вот так вот расположен. Видите, как? И мы хотим и тот, и тот кантовать. То есть этот вот так вот повернуть, а этот вот так. Вопрос. В каком случае от нас потребуются большие усилия? В каком случае мы совершим большую работу? В каком? Тэмзиусу Тавинчу. Вот в этом? Да. В этом. Правильно, я согласен. А объясните, почему в этом случае больше? Площадь больше. Площадь больше. Площадь соприкосновения. Так, слушаем вас. Может, площадь соприкосновения больше. Так, площадь соприкосновения. Давайте нарисуем. Значит, это тоже геометрия, да? Геометрическая составляющая. Не нужно думать, что мы только здесь о механиках. Это геометрия есть. И так, плоскость два одинаковых. И мы их переворачиваем вот так вот. Вот это точка вращения, поворота, центр, да? Это тоже точка, но мы тоже вот его вот так вот опрокидываем. Так, какая здесь? Так, слушаем нас. В первом случае центр тяжести находится ниже, а втором выше. А втором выше будет легче. Да, мне кажется, это совершенно верное объяснение. Значит, центр тяжести, мы уже запомнили, это в точке пересечения, для прямоугольника здесь. Центр тяжести находится вот здесь. Ну и все мы понимаем, что здесь высота центра тяжести, центра тяжести находится на меньшей высоте, да? Видите, это вот высота. Половина стороны, а здесь вот высота. Так, а чтобы перевернуть, чтобы вот он перевернулся, мы должны поднять центр тяжести на какую высоту? На 30 мм. На половину диагонали. Вот, чтобы перевернулся он, вот так он должен располагаться. Вот, центр тяжести должен располагаться над точкой опоры, и тогда он дальше сам уходил. Значит, мы его должны поднять на высоту диагональ пополарно. И ясное дело, что здесь мы находимся ближе к этой высоте, значит, нам надо преодолеть меньший путь. Работа силы, это ведь как? Сила на путь, значит, мы поднимаем массу здесь на меньшую высоту, чем здесь, поэтому это действительно труднее сделать. Труднее сделать, да? Вот, проустойчивость. Я уже вспоминал вам слова Пушкина про устойчивость, да? Красуется, град Петров и стой, неколебимо, как Россия. Вот, Пушкин уже представил, что неколебимо, это значит устойчиво. Хорошо. Следующий. Следующий. Вот у меня волшебная трубка такая есть, и я из нее вот вытаскиваю, извлекаю вот такую волшебную конструкцию. Что мы здесь видим? Обыкновенные катушки с нитками. Одна катушка на другой. Вот тут их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот они расположены. Ну, как вы думаете, семь катушек одну на другую можно поставить вот так? Да. Конечно, можно. Даже можно, я думаю, побольше поставить, если так аккуратненько, не спеша. Но самое удивительное, вот в чем, что я сейчас начинаю оказывать воздействие на эту конструкцию. Вот, толчки, какие-то землетрясения здесь, да, могут быть. А они не падают. Это тоже старая такая вот сказка, старый пример в популярной литературе, классический. Как это так? А может быть, не очень старый. Так. Почему же это они не падают? Крус. Там веревка подета. Совершенно верно. В одной аудитории, я рассказываю это вам второй раз, перед этим я еще в одной аудитории рассказывал, мне сказали, что там вот есть стержень, и на этот стержень они нанизаны, как вот в детской игрушке. Пирамидка такая есть. Нет, там действительно никакого стержня нет, а там нить проходит через все эти катушки, и вот я эту за нить могу потянуть. Вот. Теперь давайте разберемся, почему эта конструкция является устойчивой. Я держу в руках некоторую массу на резинке, потянул вниз, я совершил работу. Эта работа перешла в потенциальную энергию, деформированные резины, она накопила энергию. Если я отпускаю, совершает работу по подъему массы вверх. Вот. И потом все возвращается в исходное положение. Значит, если мы энергию системы увеличиваем, потенциальную, то выводим систему из положения равновесия. А всякая система механическая стремится к такому состоянию, в котором энергия потенциальная минимальна. Почему шарик катится по наклонной плоскости? Потому что высота уменьшается, потенциальная энергия, чем ниже, тем меньше. Вот. Значит, посмотрим. Некое состояние. Представим себе, что мы деформируем вот эту конструкцию. Вот я чуть-чуть наклонил. Посмотрите, что происходит. Внутри проходит нить. Длина нити увеличилась или уменьшилась? Уменьшилась. Увеличилась. Потому что всем видно, что нить по-прежнему проходит через все катушки. Та часть нити, которая внутри катушка, она сохранила свою длину. Но вот здесь вот, в прогале между двумя катушками, мы видим некоторый кусочек. Значит, на соответствующую длину нить деформировалась. Мы ее растянули. Хотя она и не резина, но может быть деформирована. Стало быть, мы совершили работу, она накопила потенциальную энергетику. И когда мы внешнее воздействие уберем, система вернется в сходное положение. Вот это устойчивая конструкция. Кто-то может сказать, что это просто детская игрушка. На самом деле, по этому принципу построена знаменитая наша Останкинская телебашня. В начале 60-х годов она была самой высокой в мире. И именно вот так она и построена. Высота 500 с лишним метров. Как ее строили? Вот так вот кольца бетонные. Заливали железобетон один на другой. А внутри натянуты тросы, сколько их я не знаю, мощные, которые прижимают верхнее кольцо ко всем последующим. И там под землей специальный механизм, который держит эти струны, эти тросы в напряжении. И вот поэтому вот так вот и эта конструкция устойчива. Конечно, она отклоняется, внешние воздействия есть, ветровые, там какие-то микро-колебания земной поверхности. Но это положение устойчивое. Это устойчивое. Так что вот за всякой, на первый взгляд, элементарной конструкцией скрывается очень серьезное приложение. Очень серьезное приложение. Вот, может быть, вы наблюдали движение спортивных яхт, гонки, когда устраивают яхтсмены, по-моему. Яхта, вроде бы, небольшое суденушка, парус. И вот наклоняется, наклоняется, почти что. А в воду, так сказать, черпает парус. А не переворачивается. Почему? А потому что яхта имеет особую конструкцию. У яхты очень значительный киль, который мы не видим. Значит, вот яхта, поверхность воды, скажем, парус. А киль, и он довольно массивный. И поэтому всякое отклонение яхты от вертикали приводит к тому, что киль поднимается вверх. Ну, а он стремится вернуться к исходному положению. Вот, на этой конструкции, скажем. Вот, смотрите. Карандаш, это как парус. А вот тот груз, который внизу, это киль. Вот парус может наклониться, киль поднимается вверх, а потом он возвращает парус назад. Так что один и тот же принцип везде. Роль трения в сохранении устойчивости. Трение и устойчивость. Трение и устойчивость. Так вот, посмотрим. Когда вы решаете задачи по физике, то порой вам говорят, считать, что трение отсутствует. Что трение и отсутствует. Это идеальная ситуация. Скажем, когда вам рассказывают учебники о формуле работы. Вот, пусть на некоторую массу действует сила F, и мы переместили на расстояние S. Тогда мы говорим, что работа равняется F на S. F на S. Рассмотрим, каким может быть движение колеса по поверхности. Колесо по поверхности может скользить, а может катиться без проскальзывания. Это разные вещи. Давайте немножко сосредоточимся на этом. Что значит катиться и проскальзывать. Ну вот, вот это вот скольжение. Вот этот цилиндр скользит по поверхности. Так, следующее. Беру колесо, ставлю на поверхность. Вот оно катится без проскальзывания, да? Оно наматывает на себя, так сказать, путь, дорогу. Без проскальзывания. Но иногда бывает и проскальзывание, когда колесо просто скользит. Сейчас мы это тоже увидим, когда нет качения, а есть проскальзывание. Так, попробую здесь, получится ли мне. Здесь катится, катится без проскальзывания. А вот здесь, наверное, должно сейчас появиться проскальзывание. Вот, вот видите, скользит без качения. Без качения. Так, следующий сюжет. Линейка на цилиндр, на шарик. Линейка на шарик. Иногда использовать шестигранный карандаш предпочтительнее, чем круглый. Может кто-то сказать, почему вот шестигранный лучше, чем круглый? Шестигранный не будет скатываться. Совершенно верно. На столе можно положить вот тут стол, чуть-чуть катнули, и он укатится. Да. Значит, даже вот в этой ситуации мы используем это. То, что может катиться, а что не может катиться. Так вот, сейчас такую задачу рассмотрим. Я беру рейку и хочу расположить ее в равновесии на цилиндре. Цилиндр, это у меня карандаш, а рейка, это линейка. Как вы думаете, я смогу добиться этого? Да. Ну, ну... Если мы его наблюдаем, устойчиво. Неустойчиво обычно не наблюдается. Они быстро, система переходят из неустойчивого в устойчивый. Так вот, как я буду располагать. Значит, цилиндр у меня вот такая вот круглая. Синий такой цилиндр. Вот он на поверхности. И посмотрите. Я сейчас буду закатывать вот эту линейку на этот цилиндр. Я не буду вот хаотично туда пробовать вот так вот, а буду это, так сказать, сделать вот так вот изобретательно. Смотрите. Кручу цилиндр. Точнее, поворачиваю. Вот эта стрелка, которую я специально укрепил, показывает вам, что я этот цилиндр поворачиваю. При этом вращении линейка наезжает на цилиндр сверху. Вот наезжает, наезжает. И вот она наехала, и мы видим. Поймали положение равновесия. Причем оно устойчивое. Линейка чуть-чуть покачивается. Покачивается, но не падает. Отклонилась, вернулась назад. Значит, это устойчивое положение равновесия. Так. Возвращается в исходное положение. Ну, это, на первый взгляд, парадоксальная ситуация. Если вы представите себе шар, и сверху, так сказать, на северный полюс этого шара поместите другой шарик, то вам это не удастся. Он скатится. Это нет. А линейку на цилиндре, оказывается, можно поместить. И она будет... Даже если вы возьмете вот цилиндр второй, и поместите его на цилиндр, то он скатится. Если цилиндр второй будет вот с областным спертом. Ось у него будет параллельно. А линейка вот помещается. Давайте выясним, почему это положение равновесия устойчивое. Здесь важно то, что наша линейка перемещается по поверхности цилиндра без проскальзывания. Она не скользит по нему вот так вот, а вращается. Или можно сказать, ведь тут все относительно. Вот когда линейка поворачивается относительно цилиндра, можно сказать, что цилиндр катится по линейке. Цилиндр катится по линейке без проскальзывания. Стартовое положение линейки. Все симметрично. Значит, масса в центре тяжести, точка M, располагается в северном полюсе. Дальше линейка начинает поворачиваться без проскальзывания. И вот она повернулась, скажем, на угол альфа от вертикали. Повернулась на угол альфа. Перешла в новое положение. Перешла в новое положение. Пусть радиус цилиндра R. Скажите, пожалуйста, точка касания линейки и цилиндра пробежала вот эту дугу по окружности. Какова длина этой дуги? Значит, длина дуги, соответствующая центральному углу альфа радиан и радиус R. Это вы через градусы хотите, да? А если через радианы? Альфа R. Альфа R. Совершенно верно. Вот это дуга. Альфа R. Значит, теперь уже что у нас произошло? Вот точка M заняла положение M1. Новая точка касания от центра тяжести удавилась на то же самое расстояние, равное альфа R. Альфа R. Давайте посмотрим, как изменилась высота точки M относительно горизонта, проходящей через центр цилиндра. Итак, стартовая высота какова? R. Совершенно верно. Здравствуйте, я не верно. Теперь найдем новую высоту, H. Расскажем сзади. Так, сейчас будем смотреть. Да, вы совершенно верно. Мы видели, что вначале нужно найти, чтобы горизонтальную высоту, удобно разбить ее на две, на два участка. Вот этот вот кусок, это катет с прямоугольным, треугольным, где с гипотеном за R, альфа, значит, это будет R косинус альфа, и вдобавок еще вот этот вот кусочек. И как же найти этот отрезок, тоже из прямоугольного треугольника. Что известно в этом прямоугольном треугольнике, зашлихованном? Гипотенузу, альфа R мы знаем. Гипотенуза. Альфа R. Тоже, по-моему, плюс косинус альфа. Она нужна в одежде, чтобы вертикальный катет. Гипотенуза. Но вот этот угол сколько у нас? Гипотенуза. Гипотенуза. Тоже альфа, потому что этот зашлихованный угол, и вот этот угол альфа, это угол со взаимно препинокулярными сторонами. Значит, добавка выражается, какой форм, каким выражением, что дальше надо писать, пожалуйста, кто по-другому? Ну, синус на альфа R. Синус альфа на альфа R. Да, лучше так мы решим. Гипотенуза альфа R умножить на синус альфа. На синус альфа R. Сейчас мы это покажем. А это означает, что вот при таком смещении линейки из положения альфа R, центр тяжести поднимается, потенциальная энергия увеличивается, а система желает вернуться в то состояние, когда потенциальная энергия минимальная. Значит, из-за этого нового стояния линейка вернется в исходное положение. Так, как доказать вот это неравенство? Кто знает производную? Немногие. Осинус альфа плюс альфа синус альфа больше единицы. Я просто на R сократил выражение для двух высот. На R сократил. А это через производную легко доказывается. Значит, вот вы рассмотрите эту функцию. f от альфа. f от нуля. Или f в нуле, если альфа 0. Чему равно значение функции f в нуле? А? От наука. Конечно, потому что если альфа 0, то здесь второе с ногами 0, а косинус 0, а единица. А? Это так. А потом вы дома покажете, что f штрих от альфа больше 0. Производная положительно. И значит, функция f возрастает на соответствующем промежутке. И значит, если она в точке 0 была на 1, то она затем станет больше 1. Значит, вот это есть доказательство математической устойчивости верхнего положения линейки на цилиндре. Еще раз повторю, что здесь важную роль играет трение. Наша линейка поворачивается вокруг цилиндра без скольжения. Значит, здесь без трения устойчивости здесь нет. Следующий небольшой сюжет. Даже задача. Вот я сейчас вспомнил ее, эту задачу. Посмотрите еще раз вот на это явление. Значит, плоскость. На плоскости находится цилиндр. Вот рейка. Мы вращаем этот цилиндр. И он накатывает, надвигает на себя линейки. На самом деле, этот прием перемещения тяжелых грузов давно известен. Давно известен. Если в прежние времена надо было переместить какой-то тяжелый предмет, может быть, даже сооружение по плоскости, то на дорогу плали одинаковые бревна. Это мы сможем в торец. И то, что нужно было катить, просто-напросто толкаем. И все это ехало. Потом бревны, которые сыграли свою роль, перекладывали вперед. И так можно было ехать довольно далеко. Ну, я сейчас вот о чем вас хочу спросить. Пусть движение так организовано, что вот эти бревна едут со скоростью v. Допустим, v там километр в час. Вот они едут, толкают и все катится. Вот это легко увидеть, даже вот по примеру. Где у меня круглый карандаш? Вот круглый карандаш. И вот я линейку по этому карандашу вот так качу. Вопрос. А вот эта самая тягость, которая тут у нас движется, с какой скоростью будет двигаться? Если бревна катятся со скоростью v. Иногда это вот сумбок, чемодан, дом. Могли так, кстати, дом перевести с места на место. С какой скоростью будет катиться по относительно плоскости? Ну хорошо, это можно на досуге посмотреть. Подумайте. Значит, бревна катятся со скоростью v. С какой скоростью будет перемещаться? Или, может быть, уж рассказать. Давайте проведем эксперимент. Вот так. Пожалуй, это хороший прием, да? Если какая-то сложная задача, провести эксперимент. Давайте мы его проведем. Вот я взял линейку. 25 сантиметров у меня. 25 сантиметров. И поехали к бревна. Катятся, катятся, катятся. А можно сюда побыстрее сделать, давайте. Смотрите. Вот линейка катится, катятся, 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 катятся по этим бревнам. Вот приехали. Значит, сколько сантиметров проехала линейка? Колесо сколько проехало сантиметра? Везем. Вот если вы присмотритесь к этому, проанализируйте, просто посчитайте, что окажется, что скорость вот этого груза в два раза больше. В два раза больше скорости. Понимаете? Так, ну, хорошо. Следующий сюжет, который можно рассказать. Следующий сюжет, он напрямую не связан с устойчивостью, но основан на устойчивости. Мы уже с вами рассматривали явление устойчивости гироскопа. Вот я могу этот поднос взять, гулять по нему в лифте, спуститься вниз, сесть в автобус, а он будет крутиться, крутиться и крутиться. Конечно, здесь есть потери на трение в точке опоры, сопротивление воздуха, но с точки зрения техники можно постоянно подпитывать, подкачивать энергию в эту систему. Вообразите, что этот вот гироскоп, это ротор электромотора. Вы помните, что в электромоторе есть вращающаяся часть. И можно включить электромотор, он будет расключиться. То есть можно устроить так, что вращение будет продолжаться очень долго, очень долго. В реальности этот гироскоп может иметь очень большую массу, то есть быть очень тяжелым и совершать очень много оборотов, тысячи оборотов в минуту, скажем. То есть крутиться с очень большой угловой скоростью. Вообразим, что мы раскрутили этот гироскоп на северном полюсе. Сейчас я вырешу, нарисую землю. Вот земля, семенный полюс, M. Вот здесь стоит человек, держит в руках вот этот поднос, который я сейчас держал. И на этом подносе крутится у него гироскоп с угловой скоростью, там с какого? Крутится гироскоп. И пусть этот наш герой отправился по меридиану к экватору. Пришел в некоторую новую точку. Так, как я теперь должен изобразить этого героя? По-прежнему вот так же или нет? Нет, он теперь уже располагается вдоль радиуса, который в этой точке. Вот так он. Так, все у нас стоит. По-прежнему держит перед собой в руках поднос. А гироскоп, волчок, по-прежнему сохранил свою отзыву. Значит, нам будет казаться в этой новой точке, что гироскоп крутится вот в таком наклонном положении. Наклонном положении. Но если эта подставка вот такая круглая, то он, конечно, скажет, что он просто сползет по этой подставке вниз. Но мы же ведь можем сделать для него, для опоры вот такую луночку. Так что он в этой луночке не упадет. А кроме того, из этой луночки не упадет. А кроме того, можно есть еще такой специальный подвес, называется карданов подвес. Я вам советую найти в интернете, посмотреть, как он устроен. Там есть картинки, все движется. Я это напишу. Карданов подвес. К-а-га-нов подвес. Интересная конструкция. Ну хорошо. Давайте посмотрим. И в новом положении измерим угол. Угол какой-нибудь. Какой можно измерить угол? Можно измерить угол между осью гироскопа и этим подносом. Скажем, вот этот угол можно измерить. Можно измерить какой угол еще? Я продолжу. Можно измерить угол между осью гироскопа и вертикалью. Вертикалью. Вот она идет. Вдоль нашей толщины. Вверх вертикалью. Можно измерить вот этот угол. Так. Они разные, эти углы, да? Они разные. Скажем, пусть этот угол альфа. Вот этот угол. Значит, это что же за угол? Между вертикалью еще, если я скажу вам, и осью гироскопа. А можете в этой рисунке увидеть еще один угол альфа? Вот этот вот, по-моему, тоже альфа. Да? Согласны? Конечно. Потому что ось гироскопа сохраняет свое направление. Значит, это параллельные прямые. А вот эта новая вертикаль, это текущая. И тогда эти углы соответствуют. Итак, вообразим, что вот здесь мы этот угол измерили. И оказалось, что этот угол, ну, пусть скажем, 40 градусов. Угол альфа 40 градусов. Тогда, скажите, на какой широте находится наш герой? 40 градусов. Вот здесь все это, моя широта? 60. 40 градусов. 40 градусов. 60. Все согласны с этим? Атекватор же отчитывается. А тогда широта-то считается от экватора. И если на экваторе широта 0 градусов, на северном полюсе широта сколько? 90 градусов. Значит, если мы ушли от северного полюса к экватору на 40 градусов, то, значит, мы находимся на шароте такой 50 градусов с северной шароте. С северной шароте. Вот таким образом можно использовать гироскоп для определения кардинга. Где его можно установить? Скажем, на подводной лодке. Где нет никаких звезд, ничего. Гироскопы шумят, жужжат, наблюдают за ними. И всегда можно определить, в какой точке в толще океана находится эта лодка. Очень точная. Вот одно из очень серьезных применений явления устойчивости движения. Явление устойчивости движения. Вообще-то, когда мы говорим про устойчивость, это универсальная категория, универсальное понятие. Скажем, человек должен быть психологически устойчив. Приходите на экзамен или на олимпиаду, решаете, и вдруг задача что-то не получается. Можно, конечно, запаниковать. А надо проявить устойчивость, стойкость характера. Можно даже мужество сказать, ничего, я соберусь силами, меня это не выбьет из колеи. И перейти к следующей задаче, и так далее. Так что вот очень часто мы говорим, психологическая устойчивость, моральная устойчивость. Вообще мы должны быть устойчивы в смысле здоровья. Там вирусы какие-нибудь, простуды, ветер, сквозняк. Кто-то боится сквозняков, а кто-то нет. Это вот устойчивость. Так что это очень важная черта такая. В общем-то, устойчивость – это положительное качество. Скажем, должно быть устойчивым развитие не только одного человека перед теми странами, даже всего человечества. Вот как человечеству дальше развиваться? Выделили концепцию устойчивого развития, чтобы всех ресурсов хватило на всех. Свежего воздуха, воды и так далее, и так далее. Должно быть устойчивым развитие. Хорошо. Следующий сюжет, который относится тоже вот и может быть связан с устойчивостью. Начало. Два циркуля, даже три. Вот я иктуру себя в руках. И вы знаете, вот один из них – один такой, а два других – все-таки другие. Вот какой из них не похож на два других, как бы вы сказали? Можете догадаться? Какой? Самый левый. Не слышал? Самый левый. Самый? Левый. Нет, с меня. Вот этот? Да. Так. Это, знаете, примерно вопрос такой вот. Троллейбус, автобус и трамвай. Почему трамвай не похож на автобус и троллейбус? Потому что у него колеса железные. Вот. Классификация может быть разная. А почему, скажем, автобус не похож на трамвай и троллейбус? На гулхнице. У него потому что двигатель внутренне разгоняется. Классификация может быть разная. Так. Еще какие есть мнения? Какой циркуль не похож на два других? Это, например, в руке. Вот этот? Да, потому что в руке. Так. Ну, хорошо. Я постараюсь обосновать тот тезис, что вот средний циркуль не похож на два других. Вот средний. Вот этот. Объясню. Может быть, вам плохо было видно издалека устройство вот этого циркуля. Я так понимаю. Дело вот в чем. Дело вот в чем. Вам не приходилось сталкиваться с такой неприятностью. Человек в себе окружности и он вдруг разъехался. Не было такого? Было. Было. А почему? Потому что, по сути дела, все положения этого циркуля равноправны. Тут присутствует трение, конечно, немножко зажат, но одно положение от другого ничем не отличается. Если мы циркуль из одного положения перейдем в другое, то он там так и останется. Это своего рода безразличное равновесие. Безразличное равновесие, как шарик. А вот этот циркуль как устроен? А этот циркуль использует положение равновесия. Смотрите, если я попытаюсь сжать ножки этого циркуля, вот сжимаю, а потом снимаю воздействие, то он возвращается в исходное положение. Потому что сверху есть пружина, которая его зажимает. Значит, каждое положение, каждое состояние этого циркуля устойчиво. Он не может ни разъехаться, ни куда-то. Сейчас объясню. Вот циркуль, который у вас не разъедется никогда в руках. Значит, этот мы уже убедились, почему разъезжается. Тут у него все взвинули, он назад не вернется. Нет возвращающей силы никакой. А как устроен этот циркуль? Вот ножки циркуля. Тут есть точка опора, вот такой варень, цилиндр. А здесь пружинное кольцо. Вот пружинное кольцо. Значит, когда мы сводим ножки циркуля, то здесь как ножницы, эти мы сжимаем. А тут вот, тут правда не ножницы, а ведь расходятся. И мы, да я тебе покажу, вот модель, вот так вот они сделали. Когда мы сводим ножки циркуля, вверх расходятся. Мы кольцо разжимаем, а разжимать его очень тяжело, оно упругое. Вот. И по сути дела, это кольцо пытается сжать вот эти ножки в верхней части. Чтобы они не сжимали, здесь есть такой ограничитель. Ограничитель. Когда мы крутим ножки, мы фиксируем его. Значит, разойтись ножки туда не могут, шире, потому что это ограничитель. А уйти внутрь, уйти внутрь не могут, потому что тут есть удерживающая сила. Значит, это положение циркуля устойчиво. Вот поэтому его удобно использовать. Так, ну вот этот цилиндр, этот циркуль, то же самое, устроен по тому же принципу. В нем тоже есть пружина. Вот, посмотрите, я пытаюсь ножки циркуль сжать. Сейчас я отпущу внешнее воздействие, и ножки вернутся в исходное положение. Видите? Почему? Потому что внутри находится стальной проволоки, который изогнут. Сейчас я нарисую схему этого циркуля. И снова используется устойчивое положение равнолезни. Значит, ножки циркуля, чтобы не забыть, я буду ее посмотреть. Значит, вот ножки циркуля, левая, правая, а вот здесь вот изогнутая пружина. Изогнутая пружина. Ну вот смотрите, вот что значит изогнутая пружина. Смотрите на эту полоску картона. Вот она не деформирована. Вот я ее деформировал, она вернулась в исходное положение. Точно так же такую же роль играет вот эта пружина. Значит, эта пружина хочет раздвинуть ножки циркуля. А значит, посмотрите-ка, если ножки эти расходятся, то здесь сближаются. А здесь есть ограничитель сверху, который им мешает. Вот можно вращать сверху и перемещать. Значит, то же самое. При работе этого, при работе с этим циркуля, мы используем его устойчивое положение равновесия. На самом деле, устойчивое мы используем повсеместно. Мы не любим, когда стол там шатается, или стул шатается, и так далее, и так далее. Когда фотографируем, не надо, чтобы там что-то тряслось у нас, и так далее. Значит, проявление устойчивости чрезвычайно многогранное. В разных ситуациях мы эту устойчивость не дали. Продолжение следует... Продолжение следует...